Продолжаем обсуждать крестовографические группы. В прошлый раз мы рассмотрели такой простой пример, крестовографический, ну или даже дискретный подгруппы из метрии прямой. Ну и там видно было, что вот те две группы, которые мы поставили к крестовографической группе Ж, ну они как-то какие-то такие важные характеристики самой группы улавливали, но если для прямой это получилось просто взаимооднозначное соответствие между парами вот этих групп и дискретной подгруппой из метрии прямой, то для плоскости это не так, но тем не менее давайте поймем, какие собственно группы гамма-Ж могут соответствовать крестовографической группе Ж на плоскости. Это просто напомню подгруппы параллельных переносов. И какие подгруппы в ортогональной группе, то есть те матрицы линейных преобразований, которые соответствуют изметриям. Какие подгруппы вот такие, ну в общем какие могут быть подгруппы такие и такие для случая, когда Ж не просто какая-то там подгруппа, даже в группе из метрии, а именно крестовографическая группа. Вот, ну начнем давайте с гамма-Ж. Даже более того, прежде чем обсуждать вот саму эту группу, давайте я несколько вспомогательных утверждений сфобулирую, ну которые сами по себе полезны, просто о композициях изометрии. Ну вот, допустим, там на двоих леммами, лемма-1, такая, сейчас, знаете. Что, если я беру композицию вот такого вида, где вот этот параллельный перенос, а Ж, ну какой-то элемент группы, то получается тоже параллельный перенос, но на вектор, который вот получается из вектора А применением, ну вот этой самой линейной части изометрии Ж к вектору А. Вот, ну доказательства. Ну тут можно как бы геометрически просто посмотреть на эту картинку, можно записать в виде, в координатах, в общем. Давайте в координатах запишем. Значит, пусть Ж у нас вот в общем виде имеет вот такую вот матрицу. Здесь матрица А, 2 на 2, ортогональная, В какой-то вектор, ну здесь нолики, здесь единичка. Вот, ну тогда обратное преобразование будет иметь вид, ну здесь должно быть А в минус 1, 1, ну а здесь минус А минус 1, примененное к В. Ну, собственно, это можно проверить умножением, значит получается В минус В, да, вроде правильно. Вот, ну а параллельный перенос записывается у нас вот такой матрицей, значит здесь линейная часть, это единичная матрица, здесь собственно стоит вектор сдвига, здесь нолики и единичка. Ну, просто перемножим соответствующие матрицы, значит получается А, В, 0, 1 на вот эту матрицу. Вот, перемножаем допустим первые две, получается А, А, примененная к вектору А, маленькая, плюс В, 0, 1. То есть я вот, 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 бочный вид, это матрица 3 на 3, естественно, но вот эта матрица 2 на 2, это столбец один. Так, умножаем на то, что осталось. Так, здесь получается единичная матрица, значит это умножаем, получаем минус В, сокращается с этим В, то есть получается А на А, ну и 0, 1, то есть как и должно быть. То есть вот у нас получился в итоге матрица, которая задает параллельный перенос на вектор вот такой вот, ну вот собственно там ДЖ, это и есть матрица А. Да, так мы договаривались, что как бы вот эта вот группа ортогональных преобразований, которая состоит из вот этих вот линейных частей наших изометрий. Вот, доказали. Так, второе утверждение. Давайте, давайте, я хочу их сохранить здесь, поэтому давайте доказательства сотру. Второе утверждение, Бима, 2. Значит, второе такое утверждение будет, что если мы берем композицию вот таких вот поворотов, значит, мы получим параллельный перенос, ну где А не нулевой вектор, если центры поворотов не совпадают, и, ну а альфа-бета не нулевые углы, альфа-бета не равно нулю по модулю 2π. Вот, в общем, если взять два таких разных поворота с разными центрами на не нулевые углы, то вот беря такой вот коммутатор, как бы вот этих двух преобразований, мы получим параллельный перенос. Ну, здесь, собственно, можно тоже перемножить матрицы, но давайте для разнообразия здесь я картинку нарисую. Итак, давайте мы рассмотрим точку П, которая есть образ точки О1 при вот таком повороте. Вот, то есть вот возьмем второй поворот, применим его к центру поворота О1, и получим какую-то там точку П. Ну, неважно, где она там есть, на картинке. Давайте за ней проследим, что с ней происходит вот в процессе этих композиций. Значит, точка П, она, когда мы делаем первый вот такой поворот, раз мы взяли вот такую, то она переходит в точку О1, при повороте относительно точки О1 она остается на месте, неважно там на какой угол. Затем, при следующем повороте, поскольку вот мы точку П так выбрали, то она перейдет в точку П, ну и, собственно, при последнем повороте она куда-то там перейдет в точку, у которой вот есть образ точки П при повороте вокруг О1 на угол альфа. Вот. Ну, значит, смотрите. То, что композиция вот этих вот четырех поворотов должен быть какой-то параллельный перенос, в общем, понятно, вы знаете, какие соображения, но это просто преобразование первого рода, значит, либо параллельный перенос, либо поворот. Ну и поскольку при повороте, ну, можно сказать, матрицы перемножаются, матрицы поворотов перемножаются, и вот как бы дадут единичную матрицу, то есть получится матрица параллельного переноса, ну или можно сказать, что все лучи при повороте там на угол минус бета поворачатся на угол минус бета, потом на минус альфа, потом на бета, на альфа, в общем, в результате всей этой композиции каждый луч переходит в сонаправленный луч. То есть это точно будет параллельный перенос, Собственно, хотелось понять, в каком случае это параллельный перенос, но может быть на нулевой вектор, тогда это тождественное преобразование А если не нулевой вектор, то какой-то параллельный перенос Здесь ничего больше не утверждается, кроме того, что вектор А будет не нулевой при вот таких условиях Ну, у нас исходная точка П перешла вот в такую точку Значит, если эти точки не совпадают, то, значит, эта композиция действительно параллельный перенос на ненулевой вектор Ну, когда они могут совпадать? Собственно, они могут... Точка П и результат ее поворота на угол альфа относительно точки О1 Вот, когда они могут совпасть? Либо когда угол альфа нулевой, это запрещено условиями Либо когда точка П совпадает с точкой О1 Но точка П, собственно, выбрана была вот так, как написано И поскольку это результат поворота точки О1 вокруг точки О2 То П совпадает с О1, либо когда бета нулевой, что тоже запрещено Либо когда О1 совпадает с О2 Ну, в общем, видно, что при тех условиях, которые написаны Это действительно параллельный перенос на некоторый ненулевой вектор Ну, вот вектор сначала в точке П и концом в точке вот такой вот Так, тоже доказали Тоже хочу сохранить это утверждение И третье, которое нам полезно будет Утверждение Лемма-3 Такое Значит, что вот тут мы сопрягали как бы параллельный перенос Ну и как, в общем, я говорил Можно такое сопряжение рассматривать как замену координат на самом деле Поэтому действительно, ну просто вот вместо вектора А мы получаем Как бы другой вектор, который получился как бы при этом преобразовании Ну, правильнее говорить не при этом преобразовании А при вот применении линейной части этого преобразования к вектору А Ну, давайте то же самое для поворота напишем Значит, здесь рассмотрим сопряжение такой же поворота Вот Ну, утверждается, что это будет поворот вокруг образа точки О То есть был поворот вокруг точки О на угол альфа Ну, на угол там плюс-минус альфа Вот Ну, тоже доказательства Ну, опять, значит, можно перемножить там соответствующие матрицы Можно Рассуждать более геометрически Значит, действительно Здесь у нас получается преобразование первого рода Потому что G и G-1 Это либо оба второго рода, либо оба первого рода Поэтому композиция такая будет первого рода То есть либо поворот, либо параллельный перенос С другой стороны, если мы посмотрим за тем, что происходит с точкой G от О То при вот этом преобразовании Она перейдет сначала в точку О Затем при повороте на угол альфа она останется на месте, поскольку поворот вокруг нее Ну, и затем при применении G она перейдет в G от О То есть точка G от О осталась на месте Значит, это не параллельный перенос Ну, то есть это может быть параллельный перенос просто только на нулевой вектор Но это очевидно не тождественное преобразование Потому что если бы это равнялось с тождественным преобразованием То получилось бы, что поворот равен тождественному преобразованию Значит, это действительно поворот вокруг точки G от О Ну, то, что угол будет такой, какой написан Или плюс-минус альфа Можно опять понять, рассуждая о том, что происходит там с лучами Ну, или просто перемножив матрицы и, так сказать, увидеть, что угол будет плюс-минус альфа Не буду это аккуратно делать Собственно, мне угол не так важен Важно, что получится поворот вокруг другой Для дальнейшего это не так важно Важно, что получится поворот вокруг точки G от О на какой-то угол Ну, вот, можно даже проверить, что этот угол не какой-то, а именно плюс-минус альфа В случае, когда преобразование G первого рода, то будет плюс альфа Когда второго рода, то минус альфа Потому что, еще раз говорю, что преобразование G, вот сопрягающий этот поворот Можно рассматривать просто как замену координат Ну, или вот, ну, да, замену координат, фактически И если эта замена координат сдается преобразованием первого рода То, собственно, будет поворот вокруг другой точки на тот же угол А если второго рода, то, как бы, на тот же угол, но он будет отчитываться фактически в другом направлении Вот, значит, еще раз, не буду проверять угол Ну, то, что это поворот вокруг точки ЖАТО мы доказали. Итак, вот эти три вспомогательных утверждения, давайте мы из них получим вот такое следствие. Что для кристаллографической группы Ж на плоскости ее подгруппа параллельных переносов вот это вот то, что мы обозначали гамма-Ж, содержит два неколлинеарных вектора. Ну, действительно, значит, вот, то есть, действительно надо некое утверждение. Мы видели, что, допустим, на примере прямой, когда мы рассматривали, там, если рассматривали просто дискретные подгруппы, то у нас там получались подгруппы, наверное, вообще без параллельных переносов. Вот. А тут твердается, что эта группа не просто нетривиальна, а именно даже содержит два неколлинеарных вектора. Ну, собственно, надо рассмотреть два случая, которые невозможны. Первый, когда, вот, и как-то объяснить, почему они невозможны. Первый случай, когда в этой подгруппе вообще нет нетривиальных параллельных переносов. Ну, и второй, когда все они параллельны одному направлению. Что вот оба эти случая невозможны, и поэтому есть хотя бы два неколлинеарных вектора. Ну, так, первый случай, пусть, ну, нет параллельных переносов. То есть, МАЖе тривиально, то есть, как бы состоит только из параллельного переноса на нулевой вектор. Вот. То есть, нет никаких нетривиальных параллельных переносов. Тогда, собственно, какие у нас вообще есть изометрии? У нас есть параллельные, вообще во всей группе изометрии плоскости, есть параллельные переносы, повороты и симметрии. Значит, параллельных переносов мы предположили, что нет в нашей группе, кроме тождественного преобразования. Значит, какие могут быть повороты? Тогда все повороты в нашей группе G имеют вокруг одного и того же центра. Ну, почему по лиме-2? Потому что, если бы там были хотя бы два поворота вокруг разных центров, то вот такая их композиция давала бы параллельный перенос, а мы предположили, что... Ну, не нулевой вектор, да, а мы предположили, что нет нетривиальных параллельных переносов в группе. Это как бы первое замечание про повороты, то есть параллельных переносов нет, все повороты вокруг одного и того же центра. Давайте нарисуем. Вот есть какой-то один центр поворота. Ну, может быть, их вообще нет, этих поворотов, но тем не менее, если они все, которые есть, все они вокруг одного центра. Так, симметрия. Что с симметриями? Значит, если есть симметрия, есть симметрия, Ну, сразу напишу то. Ну, давайте так. Значит, в группе изометрии плоскости симметрии бывают, значит, осевые, просто симметрия относительно прямой, и скользящие, когда у нас эта композиция симметрия осевой и сдвига на вектор параллельный этой прямой. Значит, так вот, если есть симметрия относительно прямой L и на какой-то вектор A, то, во-первых, A равно нулю, то есть, на самом деле, это осевая симметрия, и прямая L, прямая L, ну, проходит через O. Проходит через... Можно написать здесь вот, собственно, я ее на картинке обозначил, но вокруг одного и того же центра O. То есть, это точка O. Это тот самый центр поворота, вокруг которого все повороты в нашей группе действуют. Проходит через эту самую точку, через... О! Вот эту вот точку. Почему? Ну, то, что A равно нулю, это понятно, потому что... Давайте я где-то прям здесь замечание такое сделаю. Потому что композиция двух осевых симметрий... Ну, не двух, а просто одной и той же осевой симметрии... Ой, осевой, извините. Скользящей симметрии, если мы ее применим два раза, то очевидно из определения, что это будет просто параллельный перенос на вектор, удвоенный вектор A. А мы предположили, что у нас параллельных переносов нет. Поэтому A должно быть равно нулю. Вот. Ну, а второе. Почему ось симметрии должна проходить через точку O? Потому что если ось не проходит через точку O, то в силу утверждения 3, ну, я напишу здесь утверждение Лемма 3, да? Лемма 3. У нас вот такая вот композиция, где в качестве G возьмем эту самую симметрию. даст нам поворот относительно... Ну, не важно там сейчас на какой угол, я там написал, что это плюс-минус альфа, но важно, что это относительно точки, которая симметрична точке O относительно прямой. То есть это какая-то другая точка. Вот. Ну и получается, что если у нас есть симметрия в нашей группе с осью, которая не проходит через вот этот самый центр поворотов O, то вот такая композиция, а это тоже будет элемент нашей группы, даст поворот вокруг точки O1, не совпадающей с точкой O, раз ось не проходит через O, а тогда по лемме 2, ну не знаю, лемма 3, как можно здесь написать и 2, а тогда по лемме 2 у нас будет два поворота с разными центрами, и их вот такая композиция даст параллельный перенос, а мы предположили, что их нет. Вот. То есть в этом случае один, картинка у нас следующая. Все, какие есть, так сказать, там преобразования в нашей группе, они устроены так. Параллельных переносов нет, все повороты вокруг одной точки O, и все симметрии, если они есть, то с осями, они осевые, и оси проходят через эту самую точку O. Давайте нарисую где-то здесь отдельно. Вот, точка O. Мы даже сейчас не обсуждаем, какие там могут быть углы между этими осями, и какие могут быть углы поворотов, но тем не менее, все элементы нашей группы, они устроены вот так. Тогда рассмотрим рассмотрим фундаментальную область, ну, точнее так, можно рассмотреть даже орбиту сначала просто. Ясно, как будет выглядеть орбита любой точки P, не совпадающей с точкой O. Значит, орбита точки P, не совпадающей с O, содержится в окружности с центром в точке O и радиуса OP. Ну, действительно, то есть просто все преобразования так устроены, что при поворотах вокруг точки O на любой угол точка P никак с этой окружности не сойдет, при симметриях относительно любых осей она тоже будет оставаться на этой окружности. То есть все точки, какие бы они ни были, все точки орбиты точки P, они лежат вот на такой окружности. Вот тогда ясно, что если я возьму фундаментальную область, неважно какую там область Дерихлея или просто какую-то фундаментальную область, ограниченную, которая существует для кристаллографической группы G, то взяв окружность такого большого радиуса, чтобы она не пересекалась с этой областью, а Д ограничена, значит, можно взять такую окружность, мы получим, что орбита точки P не пересекается с этой фундаментальной областью, а значит, это не фундаментальная область. То есть фундаментальная область это такая область, что орбита любой точки пересекается с данной фундаментальной областью. В общем, значит для достаточно большого радиуса, ну я объяснил, что значит достаточно большого, достаточно взять радиус, чтобы фундаментальная область целиком стержалась в круге с этим радиусом. Орбита точки P не пересекается с фундаментальной областью. Вот, ну противоречия. Я вначале сказал план, что нам надо привести к противоречию два случая. Вот первый мы разобрали, что не может быть, чтобы в кристаллографической группе подгруппа параллельных переносов была тривиальна. Ну, второй случай теперь... Давайте начну вот здесь. В общем-то он аналогично рассматривается, надо просто понять, какие условия будут на повороты и симметрии в случае, когда... Вот эта группа Гамма-Ж имеет вид такой, что это есть параллельные переносы, ну даже не равно, а как бы вот так вот содержится что ли. Мы не обсуждаем, там все такие параллельные переносы присутствуют в нашей подгруппе или нет, где лямбда какое-то число. На самом деле, конечно, для дискретной группы там лямбда непроизвольна, но сейчас это неважно. Вот пусть все параллельные переносы происходят на вектора, сонаправленные некоторым вектором А. Опять надо показать, что такого не бывает, что должны быть вот как сформулировано хотя бы два неколинеарных вектора, поэтому надо привести к противоречию. Значит, тогда все повороты, содержащиеся в нашей группе, могут быть лишь на 180 градусов. Значит, это как бы лямбда 1. 1. Так, ну сейчас, здесь как-то надо написать, что, ну имеется в виду, что пусть вот, это все-таки какая-то нетривиальная группа, чтобы вот, этот случай мы уже разобрали. Вот пусть все параллельные переносы имеют вот такой вид и есть хотя бы один, там, на ненулевой какой-то вектор. Вот. Так вот, тогда все повороты могут быть только на 180 градусов. Почему? Ну, по лямбда 1, если у нас есть какой-то параллельный перенос, то сопрягая его, вот, некоторое преобразование с группой G, мы получим параллельный перенос на вектор, который является образом вектора А при вот применении вот этого преобразования линейного ДЖ к вектору А. Ну, то есть, лямбда 1, в смысле, если у нас лямбда 1, как бы, ну для случая, вот там лямбда произвольное преобразование G, для G равного вот этому самому повороту, что ли, сейчас поясню. То есть, если у нас вектор А содержался в группе параллельных переносов, то и вектор, полученный поворотом на угол альфа, вот, если у нас есть в группе некоторый поворот на угол альфа, то и вектор, полученный поворотом на этот самый угол, тоже будет содержаться в группе, это лямбда 1. Вот. А мы предположили, что все вектора, на которые есть параллельные переносы, в группе коллинеарные. Вот. Ну, единственный вариант, как бы, либо поворот на нулевой угол, что, как бы, ну, это неинтересно, может сказать, что не поворот, а то же есть на преобразование. Вот. Либо поворот на 180 градусов. Вот что и написано. Вот. Итак, все повороты вот такие. Симметрии. А симметрии, значит, симметрии могут иметь какой вид? Ну, по той же самой, самой лямбе 1. А симметрии, ну, точнее, симметрии, ну, там, все симметрии. Три. Вот, как и здесь, осевые. Ну, тут название просто для случая, опять вот, еще раз, для случая, когда она скользящая симметрия, и вектор сдвига равен нулю, она, ее называют обычно осевой симметрией. Так вот, здесь все симметрии осевые, с осями параллельными, параллельными или перпендикулярными вектором а. Ну, опять, это та же самая лямбе 1. Сейчас поясню, почему. Но только в качестве g мы берем теперь вот эту самую, ну, симметрию, в общем, какую-то. Действительно, если у нас есть симметрия относительно оси L, то вместе с вектором а, на который есть параллельный перенос в нашей группе, будет содержаться и параллельный перенос на вектор симметричный вектору а относительно прямой L. То есть, если мы в качестве g рассмотрим просто вот симметрию, то L1 говорит, что вот такая композиция, где же эта симметрия, даст нам параллельный перенос на вот такой вектор. А мы предположили, что все вектора параллельны. Ну, в двух случаях вектор а при симметрии переходит в вектор параллельный. Либо эта ось симметрии параллельна вектору а, либо перпендикулярна, что, собственно, и написано. Да, ну, то, что они осевые, я забыл сказать, что это по той же самой причине. Если есть скользящая симметрия, то, взяв ее дважды, а, сейчас, так, если есть скользящая симметрия, то, взяв ее дважды, мы получим параллельный перенос. Нехорошо, он написал, да. Все симметрии, ну, давайте вот сотру пока оси вы, сейчас. Да, сейчас поясню. Вот, по крайней мере, вот это вот точно сейчас, как написано с осями параллельными или перпендикулярными вектору а. В точности вот это утверждение. Более того, давайте, то есть мы уже поняли, что это такое про симметрии, но давайте аккуратнее посмотрим. Так, ну, собственно, уже можно стереть формулировку, я думаю. Значит, уточнение. Мы уже поняли, что картинка такая. У нас есть какие-то симметрии параллельные, может быть, симметрии с осями параллельными вектору а и симметрии какие-то там с осями перпендикулярными вектору а. Других симметрий быть не может. То, что они там могут скользящие, тоже сейчас поймем. То есть, какие из них могут быть скользящими, сейчас поймем. Так вот, для симметрии с перпендикулярными осями, для симметрии с перпендикулярными осями осевые. Вот я стер, правда, но вот тут как раз уже именно по той причине, которая была написана. Если я беру какую-то перпендикулярную ось и рассматриваю преобразование, которое... Ну, а у меня уже, знаете, какой-то там вектор b. Вот, рассматриваю скользящую симметрию вот такой осью перпендикулярной вектору а и сдвиганной вектор b, то, взяв композицию... Ну, вот это в случае l перпендикулярно а. Взяв композицию, получаем параллельный перенос на удвоенный вектор b. А мы предположили, что у нас все вектора сдвигов, они параллельны вектору а. Значит, это равенство обоснования того, что все симметрии с перпендикулярными осями осевые. А симметрия с параллельной осью... Ну, симметрия... Ну, симметрия с параллельной осью... Осью... Ну, единственная. Ну, как бы, если есть... Получилось немножко коряло, но смысл простой. Значит, смотрите, если у нас есть две симметрии с параллельными осями l1 и l2, то, взяв композицию этих симметрий, мы получим... Ну, несложно понять, что здесь будет. Если мы берем любую точку, то при первой симметрии она отразится относительно l1, при второй относительно l2. Ну, в общем, несложно посчитать, не буду этого делать, может стать это упражнением. Получим параллельный перенос на вот такой вот вектор c, скажем. Где c перпендикулярен a, ну и модуль вектор c, это удвоенное расстояние между l1 и l2. Вот. Ну, просто надо посмотреть на эту композицию двухосевых симметрий с параллельными осями. Ну и получится, что у нас будет некоторый вектор, который не параллелен вектору a, как композиция этих двух симметрий получится. Ну, я здесь немножко что-то такое не доделал, вот в каком-то плане. Здесь еще можно поставить какие-то векторы раздвигов, ну, тогда будет вектор c не перпендикулярный вектору c, а какой-то там с наклоном. Не буду этого делать, в общем, вот аналогично можно здесь, если добавить здесь какой-то вектор u, сдвигая вектор v, то здесь тоже появится какой-то другой вектор, но, в общем, будет параллельный перенос все равно на вектор, не параллельный вектору a. Вот, в общем, в результате вот всех этих замечаний мы получаем, что в случае, когда у нас все параллельные переносы, да, еще не все, на самом деле, сказал, но тем не менее, значит, все параллельные переносы у нас в одном направлении, у нас может быть лишь одна симметрия, ну, с какой-то там осью l, параллельное направлению вектора a, где-то у нас есть вектор a, вот, который мы предположили содержится, для которого параллельный перенос на этот вектор содержится в нашей группе. Так вот, есть одна симметрия с такой осью l, может быть со сдвигом каким-то вдоль этой оси, то есть может быть скользящая симметрия, но только одна ось. Сколько-то симметрий с осями перпендикулярными вот этой прямой l, но это просто осевые симметрии, здесь написано. Вот, ну и какие-то еще повороты на 180 градусов, ну, смотрите, тут можно по-разному, значит, я утвердаю, что все эти, ну, да, что все центры всех этих поворотов, они лежат на, где-то на прямой l. Ну, почему, например, по, например, по лиме 3, ну, точнее так, здесь надо забрать два случая все-таки, вот не хочется уже ничего писать, я хочу вот картинку зафиксировать. Значит, смотрите, если у нас есть какой-то, если у нас есть, вот дело в том, что это осевая симметрия, вот эта симметрия с осью l, она может быть есть, может быть нет, вот тут написано вот так, да, если она все-таки есть, и есть какой-то центр поворота, не лежащий на этой оси, то образ вот этой точки o, не лежащей на оси l, при симметрии с осью l, неважно там осевой или скользящей, будет не совпадать с точкой o, где-то он там будет в другом месте. Ну и тогда по лиме 2 мы получим, так, сейчас, тоже мало, да. В общем, еще одно замечание, еще одно замечание, все-таки надо здесь его привести, не стал его здесь дописывать в дилемм, еще одно замечание, что композиция двух поворотов на 180 градусов можно считать это упражнением, проверьте, это будет параллельный перенос на удвоенный вектор o1, o2. Вот, точнее у меня здесь вот в таком порядке, но o2, o1, неважно, важно, что... Вот, в общем, вот еще одно замечание здесь. Значит, смотрите, вот все центры поворотов у нас на 180 градусов, и если я беру два каких-то разных центра поворотов, то они тут же порождают параллельный перенос вот в такой композиции на вектор, который есть удвоенный вектор o1, o2. Значит, ну, во-первых, отсюда следует, раз у нас все параллельные переносы параллельны вектору a, отсюда следует, что все эти центры поворотов, если они есть, сколько бы их ни было, все они лежат на прямой параллельной l, вот, потому что иначе их композиция давала бы какой-то вектор не параллельный a. А во-вторых, используя теперь лему 3, если у нас есть осевая симметрия, не осевая, а просто какая-то там симметрия с осью l, то эти центры поворотов еще и лежат на этой прямой, потому что иначе, применяя лему 3, беря в качестве g вот эту самую симметрию с осью l, мы бы получили два центра поворота, ну, такие, что вектор с началом и концом в этих точках не будет параллелен вектору a. Вот, в общем, картинка, если, значит, все вот это вот, я не все тут записал словами, но тем не менее, значит, вроде бы объяснил, значит, вот картинка вот такая, то есть у нас симметрии все вот такие вот, одна вот такая, вот такие вот осевые, и центр поворотов лежат на этой оси, ну, либо этой оси вообще нет, тогда просто эти центры поворотов лежат на какой-то прямой параллельной, ну, или вообще нет поворотов, а есть только вот такие симметрии, неважно. Опять, как и в случае 1, давайте посмотрим на орбиту точки p, вот во всех этих случаях, вот, которые здесь возможны, то есть, вот это нарисован как бы максимально возможный случай, можно из него что-то выбрасывать, что вот нет симметрии с осью l, нет поворотов, но тем не менее, орбиту точки p, давайте это запишем, вот можно даже здесь, ну, напишу снова, значит, в этом случае, вот который мы рассматриваем, в этом случае орбита произвольной точки p, содержится в объединении двух прямых, вот таких вот, проходящих через точку p, параллельной l, и вот симметричные относительно l, содержится в объединении двух прямых, параллельных l, и симметричных относительно l. Ну, в скобочках напишу, на самом деле, что если, на самом деле, симметрии с осью l нету, и поворотов тоже нету, а есть только вот эти вот симметрии с вертикальными осями, то, значит, или в объединении, или в одной прямой параллельной а, тогда можно писать параллельный вектор а. Можно этот случай отдельно рассмотреть. Важно следующее, что опять, если я рассмотрю какую-то фундаментальную область, ограниченную, которая существует для крестово-графической группы, то я могу взять точку p, ну, достаточно далеко, чтобы она не принадлежала этой фундаментальной, ну, не только фундаментальной области, чтобы она лежала выше, чтобы горизонтальная прямая, точнее, прямая параллельная вектору а, не пересекала эту область. Ну, то есть просто отодвинуть ее достаточно далеко. Вот, давайте опять напишу, взяв точку p, там, достаточно далеко, ну, я так вот в кавычки возьму, еще раз я пояснил вроде как это. То есть у нас есть ограниченная фундаментальная область, и я могу провести прямую, параллельную вектору а так, что она не будет пересекать эту область, просто двигая ее, так сказать, вот в направлении перпендикулярное вектором а, ну, раз это ограниченная область, то я, что можно подвинуть так далеко, что не будет пересекать. Так вот, значит, достаточно далеко, ну, и чтобы симметричная тоже не пересекала. Получим, что ее орбита не пересекает с фундаментальной областью. с фундаментальной областью. Так, ну, в общем, тут не все я записал словами, но тем самым мы, вот тут следствие было написано, мы его доказали, мы поняли, что ни случаи, когда нет параллельных переносов, ни случаи, когда все они параллельны одному направлению, невозможны. Ну, а это означает, что, действительно, в группе гамма-ж есть хотя бы два не параллельных вектора, на которые есть переносы в нашей группе. Так, ну, это еще как бы, ну, не то что не все, не очень пока явное описание группы гамма-ж, давайте его уточним, сформулирую это как теорему. Итак, вот то, что мы сейчас обсудили, это просто было как следствие всяких вот тут вот свойств композиции разных движений. ну, а теорема, так сформулирую, что для кристаллографической группы g, а ее подгруппа параллельных переносов имеет вид, так можно написать, ну, где здесь k, l какие-то целые числа, ну, вот тут, где a и b не каллинеарные. a и b не каллинеарные. ну, то есть как бы уточнение, что тут добавление к тому, что мы уже знаем какое, что не просто в нашей группе гамма-ж содержатся какие-то два параллельных переноса на не каллинеарные вектора, а можно выбрать как бы базис вот множестве всех этих параллельных переносов, ну, такой базис z, что ли, то есть как бы такой базис, такой базис, что все остальные вектора из вот вот этой вот подгруппы, они получаются как линейные комбинации этих двух уже с целыми коэффициентами, вот. Ну, то есть, на самом деле, можно так себе представлять, собственно, вот эту подгруппу часто называют также решеткой, ну, если посмотреть орбиту любой точки на плоскости под действием этой подгруппы, то вот, если верно то, что написано сейчас, мы это докажем, то получается, что начав с любой точки, мы получаем в качестве орбиты вот такую вот как бы решетку, то есть, сдвигая ее на любые целочисленные комбинации векторов а и b. Вот. Вот что, собственно, утверждается. Так, ну, доказательство такое. Давайте просто опишем, как выбрать такой базис, как в нашей группе гамма g выбрать вектора а и b, чтобы вот они порождали все вектора вот этой решетки, вот этой подгруппы гамма g. Ну, во-первых, возьмем в качестве вектора а вектор минимальной длины, минимальной, ну, не нулевой, естественно, имеется в виду, ненулевой длины. Ну, вот среди тех, для которых g или гамма g, неважно. Вот. То есть, вот возьмем все параллельные переносы, которые есть в нашей группе, они все на какие-то там вектора, вот, нулевой как бы не рассматриваем, тождественное преобразование, с ним все понятно. И вот среди векторов сдвига, который присутствует, выберем тот, который имеет наименьшую длину. Можете их несколько, выберем тогда любой, какой-то из векторов минимальной длины. Дальше, поскольку мы знаем, что есть не коллинеарные вектора, это, собственно, предыдущее утверждение, которое мы доказали, то существуют вектора, которые не параллельны вектору а. Так вот, в качестве вектора b выберем, ну, вектор, во-первых, не параллельный, а такой есть, да, такие есть. И для которого, ну, точнее, для которого... Так, ну как написать? Сейчас на картинке поясню и запишу словами. То есть, если мы рассмотрим какую-то точку и прямую, заданную вектором а, то среди вот этих векторов всех выберем тот, у которого конец ближе всего к прямой, заданной вектором а. Значит, для которого... Ну, так и напишу, ладно, расстояние от его конца до прямой параллельной а и проходящей через его начало минимально. Да, я что-то как-то вот здесь вот, наверное, забыл пояснить, почему такой выбор возможен, так же, как и здесь. Давайте сначала к пункту 1 вернемся. Почему есть вектор минимальной неналевой длины? Ну, из-за того, что группа дискретная. То есть, у нас кристаллографическая группа, она по определению дискретная, то есть, орбита любой ее точки дискретна. То есть, если бы у нас не существовало вектора минимальной длины, вот мы рассматриваем все параллельные переносы и можем для любого вектора, содержащегося в этой группе найти вектор еще меньшей длины, меньше длины и так далее, то у нас получилось бы, что нарушаются условия дискретности, то есть, в окрестности, ну, скажем, нуля, получилось бы, что есть предельная точка для орбиты этой точки по отношению даже вот к этой группе гамма G, ну не говоря уж о всей группе G. Вот, то есть, действительно, есть вектор минимальной длины. Ну, примерно по тем же причинам, по которым мы выбрали такой вектор, когда обсуждали случай прямой, что там есть среди всех векторов сдвига есть вектор минимальной длины, если группы, которые мы там рассматривают дискретно. здесь важна только дискретность, а там фундаментальная область здесь не важна. Вот, то есть, вектор А можно выбрать. Теперь с вектором В. Ну, то же самое. Почему можно выбрать вектор В, вот так, как написано здесь. Вот у нас есть, взяли мы какую-то точку и рассматриваем прямую, параллельную вектору А, проходящую через эту точку. Ну, и можно рассмотреть орбиту этой точки относительно вот этой подгруппы сдвигов. То есть, будут здесь всячески вектора. Вот почему можно выбрать тот вектор, у которого расстояние будет иметь, для которого расстояние от его конца до этой прямой будет минимальным. То есть, здесь вот как бы не видно сразу, что если этого нельзя сделать, то будет противоречие с дискретностью группы. Ну, потому что может как бы туда все дальше и дальше там вектор уходить. Ну, на самом деле, если мы выбрать минимальный вектор не можем, то для любого вектора, который мы взяли, можно найти вектор, у которого конец еще ближе к прямой, содержащий этот самый вектор А. Но, поскольку параллельный перенос на вектор А у нас содержится в нашей группе, то, значит, для любого такого вектора мы можем... Ну, вот В. В, для любого такого вектора мы можем рассмотреть вектор В минус А, В минус 2А, ну и так далее. То есть, мы можем сдвигать этот, ну, заменять этот вектор на вектор вот такого вида В минус КА. И в результате мы всегда, действуя таким образом, получим какой-то вектор сдвига из нашей этой группы, конец которого лежит вот в такой вот полосе. Видно, что применяя такие преобразования, мы из любого вектора сделаем какой-то вектор, у которого конец будет лежать вот в такой вот полосе. Ну и тогда действительно получится противоречить с дискретостью группы, потому что если у нас для любого вектора, уже лежащего вот в этой, ну конец сначала вот в этой точке, и конец которого лежит в этой полосе, мы можем найти вектор, у которого конец ближе к этой прямой, и он тоже расположен к концу в этой полосе, то концы этих векторов будут содержаться в каком-то там вот таком вот прямоугольничке, ну и в общем, опять же, там будет предельная точка, что противоречит дискретности нашей группы, потому что, еще раз повторю, что как бы концы векторов, это и есть точки орбит, ну да, это и есть элементы орбиты вот этой точки. Вот. Поэтому и первый, и второй вектор, вот как написано, можем выбрать. Но осталось понять теперь, что так выбранные два вектора, они действительно порождают всю решетку, ну или вот любой вектор сдвига, который содержится в нашей подгруппе параллельных переносов, имеет тогда вот такой вот вид для так выбранных векторов А и Б. Ну почему? Давайте посмотрим. Последний момент в это время. Выбор мы описали, давайте поймем, что это то, что нужно. Итак, вот у нас вектор А, имеющий минимальную длину, ну один из имеющих минимальную длину, ну какой-то там вектор В, который выбран так, как сказано. И вот мы берем произвольный вектор В, такой, что сдвиг на него лежит в нашей группе, ну неважно, можно писать все имя группы, вот это вот. И хотим показать, что он имеет тогда вот такой вид, что его можно представить, как линейную комбинацию А и Б с целыми коэффициентами. Значит, ну давайте опять будем рассматривать вектора вот такого вида В, там минус В, В минус 2В, ну и так далее. Ну где К, а какое-то целое число. Ну утверждается, что, допустим, для такой картинки, когда у нас, допустим, В расположен там в той же полуплоскости, что и вектор В, вот тогда здесь минус я пишу, да, что утверждается, что когда я буду вот так вот вычитать вектор В, потом 2В и так далее, мы в какой-то момент, разумеется, перейдем в другую полуплоскость. Ну и вот в этот момент у нас будет какой-то В минус К минус 1В, да, и здесь вектор В минус К, минус КВ. Вот, если они будут в разных полуплоскостях, или, то есть, вот что, собственно, я хочу показать, что на самом деле одна из этих точек должна попасть в точности напрямую. Если ни одна из этих точек не попала напрямую, то ясно, что для одного из этих векторов расстояние от его конца до прямой вот этой вот параллельной вектору А будет меньше, чем для вектора В, потому что вот это как раз и есть вектор, соединяющий эти два, эти две точки, это и есть вектор В. Вот, в общем, получается, что существует К целое такое, что В, ну там минус или плюс, неважно, В плюс КВ равно какой-то там лямбда А. Но это и означает, что конец вектора попал на эту прямую. Можно здесь отметить, что, вот то, что я говорил, иначе противоречие с выбором вектора В. Вот, ну, а дальше остается понять, что это лямбда целое будет обязательно. Если лямбда не целое, то противоречие с выбором вектора А. Ну, действительно, вот мы уже тогда будем знать, что вот у нас какой-то вектор лямбда А, поскольку он вот такая вот линейная комбинация векторов В и В, которые принадлежат решетке, он тоже принадлежит нашей решетке, то есть есть параллельный перенос на вектор лямбда А. Ну, и откладывая здесь, так сказать, вычитая, значит, лямбда минус 1 А и так далее, там лямбда минус К А, ну, мы опять получим, вот, мы опять получим какие-то вектора, которые тоже принадлежат решетке, и либо, вычитая тут по одному вектору, по вектору А мы придем как раз к начальной точке, ну, либо окажется, что вот какой-то вектор, который, ну, в общем, для такого К, когда вот эти точки расположены по разной стороне точке, получится, что этот вектор имеет меньшую длину, чем вектор А. Ну, в общем, такое рассуждение уже там было в нескольких местах, собственно, я вот написал, чему это противоречит. Все, значит, получается, что действительно выполнено вот такое соотношение, где лямбда целая, но это и означает, что мы, взяв любой вектор В из нашей решетки, из подгруппы параллельных переносов, мы представили в виде такой линейной комбинации А и В с целыми коэффициентами. Ну, и так с группой гамма-Ж мы разобрались. Вот теорема, которая описывает всевозможные подгруппы гамма-Ж для кристаллографических групп. Так, теперь, что там у нас с группой ДЖ? Так, давайте. Давайте. Ну, собственно, давайте я сформулирую прям теорему здесь. А, ну, прежде чем формулировать, сейчас некие обозначения надо ввести или напомнить. Группа ДЖ тоже непроизвольна. Напомнишь, это какая-то подгруппа в группе ортогональных, ну, матриц, можно сказать, ортогональных линейных уже преобразований, без сдвигов. Давайте какие-то обозначения просто введем. Вот обозначу через СН. Это подгруппа поворотов на углы, так, 2Пи делить на Н. Н, 2Пи делить на Н на К, где К, вот, в группе О2. Просто обозначение, вот, на самом деле, это, как бы, не, тут нет привязки к точке, можно считать, что это матрицы просто. То есть, вот, в группе ортогональных матриц 2 на 2 есть матрицы поворотов. Вот, рассмотрим матрицы поворотов на углы кратные 2Пи делить на Н. В этой группе Н элементов, можно даже, там, отметить, что, как бы, алгебраически, ну, это группа, такое замечание, с алгебраической точки зрения, это группа изоморфная ЗН. То есть, конечная циклическая группа порядка Н. Вот, ну, даже не знаю, что тут еще, так сказать, картинку зря стал рисовать. Вот, это один класс, один класс групп, ну, класс, в смысле, здесь есть параметр N. Вот, при N равном, скажем, ну, можно отметить, что, давайте, там, отметим, что, в частности, C1, это просто-напросто, значит, при N равном единичке, это просто, ну, тривиальная группа, вот, допустим, C2 состоит из двух элементов, тождественное преобразование и поворот на 180 градусов, ну, и так далее. Вот, а дальше, там, так сказать, 3 поворота, 4, 5, и так далее. И еще одна группа ДН, это подгруппа, содержащая, ну, вот, все эти повороты, повороты на углы 2П на НК, где К, это вот, от единички до Н, и симметрии относительно прямых расположенных под углами пи на Н. Ну, немножко коряво написано, на картинке поясню. Значит, вот у нас есть, вот здесь угол пи на Н, вот, ну, и вот, ЦН состоит только из поворотов, не вот, Н элементов, а здесь 2Н элементов, ну, собственно, можно было здесь написать повороты и Н симметрий, Н, здесь можно написать Н симметрий, точнее, прямых расположенных под углами пи на Н. И вот мы проводим Н прямых под разными углами, здесь везде равные уголки, равные пи на Н. Вот такая подгруппа тоже в группе ортогональных преобразований, то есть здесь нет смысла говорить, что оси симметрии проходят через какую-то там точку, это линейное преобразование без сдвигов, то есть вот у нас есть, можно считать, что это подгруппа в группе ортогональных матриц, вот, есть ортогональные матрицы, которые с определительным 1, они сдают повороты, и есть ортогональные матрицы с определительным минус 1, которые сдают симметрии, вот там есть Н таких, Н таких. Такая группа, возможно, в алгебре тоже встречалась, вот здесь я отметил, что с алгебрических точки зрения, это группа ЗН, а это группа диэдра. ДН изоморфно группа диэдра. Группе диэдра. Ну, это название просто. Группа симметрии правильного н-угольника. Вот, опять же, если это было такое название в алгебре, то просто замечание, что алгебраически это такая группа и есть. Ну, тоже можно отметить, в частности, что такое Д1, допустим. Д1 это когда, собственно, поворотов никаких нет, ну, собственно, ДН содержит ЦН, как подгруппу индекса 2, в этой Н элементов, в этой 2 Н элементов. Так вот, Д1 это группа, состоящая из тождественного преобразования и одной симметрии. Вот. Там Д2 какая-нибудь уже, значит, вот Д2 это группа, которая содержит вот такую симметрию, такую симметрию, и поворот на 180, ну, тождественное преобразование, естественный поворот на 180 градусов, ну, и так далее. В общем, вот такие вот подгруппы, вот, есть в ротокональной группе матриц. Так, сейчас не хочу стирать лемы, пусть понадобится еще, наверное. Ну, и утверждение, теорема, вот та теорема описывает группу гамма G, а эта теорема описывает группы даже для крестово-графической группы, значит, для крестово-графической группы соответствующая подгруппа D, G, ну, скобочек пишу в ортокональной группе, значит, это одна из, ну, одна из следующих. Ну, можно догадаться, что я зачем-то ввел у тебя обозначение, что это будут подгруппы такого вида, но оказывается, что N непроизвольная. Давайте я не принесу, я выпишу C1, C2, C3, C4, C6, ну, и D1, D2, D3, D4, D6. Вот 10 вариантов, ну, фактически, то есть, либо подгруппа CN, либо DN для N равного 1, 2, 3, 4, 6. Так, вот доказательства. Все эти сути реализуются, я как-то не стал отмечать в теореме, здесь, в общем, тоже любая решетка, конечно, может быть, здесь тоже любая группа может быть, то есть, это не просто какой-то избыточный список, а действительно описание всех возможных групп DG, которые для крестовографических групп на плоскости могут быть. Так, ну, первое замечание такое, что если так, сейчас если поворот на какой-то углу альфа содержится в нашей группе крестовографической, то альфа рационально соизмерима с пи, как говорят, да, то есть альфа на пи принадлежит рациональным числам. Ну, почему? значит, смотрите, пусть у нас есть поворот с каким-то центром на угол альфа, ну, возьмем какую-то точку и рассмотрим ее орбиту. Ну, не хочется это как бы аккуратно доказывать опять, потому что слова, в общем, те же самые, примерно, как слова, ну, как параллельные переносы, когда я говорю, давайте на картинке просто поясню, что давайте смотреть на орбиту точки P, вот мы взяли ее, повернули на угол альфа, потом второй раз, ну, то есть вот здесь вот угол альфа, потом второй раз повернули, то есть вот этот уголок уже там 2 альфа, но еще здесь тоже альфа и так далее, и вот итерируем вот это вот, то есть это поворот вокруг точки O на угол к альфа, ой, на угол к альфа от точки P, да, вот, что, значит, будет происходить, ну, во-первых, ну, либо мы откладывая, так сказать, этот угол альфа сколько-то раз попадем в точку P, тогда это означает в точности то, что написано, либо, если мы, ну, допустим, не попадаем в точку P, то, значит, откладывая очередной раз там угол альфа, мы получим две точки, какие-то там P1 и P2, такие, что угол между лучами OP и OP1, скажем, меньше, чем угол альфа, ну, это означает, что, кроме поворота вокруг точки U на угол альфа, есть поворот на меньший угол, ну, и так далее, значит, либо есть самый маленький угол поворота, и тогда, откладывая его, мы придем в, в эту точку, но это опять означает вот ровно то, что написано, потому что, как бы, здесь, в этом случае, тогда, откладывая K раз угол альфа, мы получим, ну, не 2P, но 2P на какой-то там N, ну, и, в общем, это и означает, что альфа делить на P рациональное число, либо мы получим, что все время, так сказать, проскакиваем мимо этой точки, ну, это будет означать, что для любого угла поворота, который есть в нашей группе, найдется угол меньше, меньше поворота, ну, и тогда, так сказать, орбита точки P всюду плотно заполнит всю окружность, это противоречит тому, что наша группа крестографическая, в частности, дискретная, в общем, вот, не написал здесь аккуратное доказательство, но все, что нужно, я вроде бы проговорил, вот, это как первое замечание, поэтому, действительно, повороты могут быть только на, ну, то есть, на углы рационально соизмеримые с P, ну, если для данной точки О, центр поворота, выбрать самый маленький угол поворота с этим центром, то он будет иметь вид 2P делить на N, ну, какой-то вот такой вот, вот, так, поэтому, ну, скажем, если смотреть только на линейные части вот поворотов, которые у нас есть, то линейные части этих изометрий, которые являются поворотами, они действительно имеют вид Cn, осталось понять только, что n может быть в этом случае только 1, 2, 3, 4 и 6, вот, что теорема утверждает, он утверждает что-то еще про симметрии, но про повороты, значит, осталось понять, почему вот этот вот минимальный угол поворота вокруг данного центра может быть не просто на какой-то угол 2π делить на n, а 2π делить на вот 1, 2, 3, 4, 6, давайте это поймем. Так, ну, ладно, садим. Значит, почему только такие углы возможны? Значит, как бы второй шаг рассуждения. во-первых, мы поняли, что углы все рационально соизмеримы спи. Значит, и так вот, пусть п центр поворота на какой-то угол поворот на угол 2π на n содержится в нашей группе. Вот, вот, есть эта точка п. Рассмотрим ее орбиту. и даже сразу напишу и выберем, выберем в ней точку q, ну, не совпадающую с p, ближайшую к p. Ну, опять, не буду проговаривать, значит, из дискретности найдется такая точка, которая ближе всего. Если бы там могли выбирать все ближе, ближе и ближе, то орбита не была бы дискретной. Вот, замечание вот в чем, что все точки из орбиты точки p, они тоже будут центрами поворотов на вот такие углы, содержащимися в нашей группе. Ну, это следует, забыл, какая там лемма 3, по-моему, из леммы 3 это следует, потому что лемма 3 как раз говорила, что вот так орбиту, значит, все точки из орбиты точки p тоже центра поворотов, поворотов на углы 2 пи на n. тут лемма 3 g поворот вокруг точки p на углу 2 пи на n будет поворот вокруг точки 2 пи на углу плюс-минус 2 пи на n неважно, мы смотрим на всю группу, поэтому, значит, если у нас есть в нашей группе поворот вокруг точки p на такой угол, то и поворот вокруг любой точки из ее орбиты тоже есть в нашей группе. вот поэтому давайте так сейчас как пересыл вот давайте рассмотрим так, давайте перерисуем, мне так удобнее будет p это q рассмотрим допустим точку p штрих ну, не знаю, где-то там p штрих так, вот здесь потру да который есть результат поворота точки p вокруг точки q да на, собственно, этот самый угол 2п на n вот значит, смотрите мы выбрали точку q ближайшую к точке p значит расстояние от точки п штрих до p должно быть не меньше чем расстояние от точки q до p в общем если теперь поймем, что если n больше 6 то расстояние p по штрих будет меньше чем расстояние по q q что противоречит выбору точке q ну действительно это не сложно понять тут как бы получается равнобедренный треугольничек с углом там здесь 2п на n если n достаточно большое то видно что основание будет меньше чем боковая сторона вот и как раз это происходит при n равном 6 как раз будет правильный треугольничек если n больше то основание будет меньше поэтому n больше 6 ну не невозможно вот собственно часть того что мы хотели мы уже доказали тут тут еще пропущена пятерка почему 5 не может быть значит при ну как бы ну хорошо при n равном 5 рассмотрим то есть предположим что n равном 5 и рассмотрим тогда еще образ точки Q при повороте ну давайте 2п на 5 и здесь 2п на 5 рассмотрим ну какую-то точку там Q штрих которая есть результат поворота вокруг точки п штрих на угол тоже самое 2п на 5 ну 2п на n сейчас на самом а 5 то есть результат поворот точке Q относительно точки п штрих вот ну отмечу что значит как то есть так же как Q из орбиты точки P так значит P штрих получается как бы в орбите точки P тоже поэтому P штрих тоже центр поворота содержащийся в группе ну и значит Q тоже когда мы поворачиваем получаем точку Q штрих все эти точки это центры поворотов на угол 2п на n но в данном случае на 2п на 5 ну и в общем картинка есть такая что несложно проверить что вот это расстояние вот если вот так нарисовать да угол как раз 2п на 5 то есть 72 градуса да то как раз вот это расстояние P будет меньше чем P Q в общем получим что P Q именно для n равного 5 меньше чем P Q ну что опять же противоречит выбору Q вот итак смотрите то есть мы доказали уже что повороты в нашей группе G могут быть только на углы кратные 2п на n где n равно 1 2 3 4 6 вот больше 6 невозможно 5 тоже не подходит так ну собственно осталось разобраться симметриями с поворотами мы разобрались все возможные углы поворотов мы описали которые могут быть в кристаллографической группе итак последнее замечание пусть есть симметрия какая-то там S L в нашей группе вот ну давайте рассмотрим так сейчас в каком порядке лучше ну во-первых вот да рассмотрим композицию этой симметрии и поворота на угол альфа что это такое будет ну не сложно понять что это будет сейчас секунду ну давайте значит где центр поворота O лежит на прямой L тогда значит композиция этих двух преобразований будет симметрия относительно прямой L' где вот этот угол есть альфа пополам ну это несложно проверяется можно в координатах записать можно просто посмотреть на точку в общем это будет преобразование второго рода раз это композиция симметрии поворота ну и например можно увидеть что любая точка этой прямой останется на месте потому что сначала мы ее отражаем вот потом поворачиваем на угол альфа вот то есть в общем это легко проверяется вот кроме того тоже легко устанавливается я уже не помню был у меня такой пример или нет что если у меня есть композиция двух симметрий с пересекающимися осями между которыми угол какой-то бета пусть то композиция будет так лучше вот так это или это то композиция будет в том направлении в котором я нарисовал будет поворот вокруг точки пересечения на угол 2бета точно так же легко проверяется что это действительно преобразование первого рода точка неподвижна значит это поворот ну и там легко увидеть что именно на удвоенный угол между прямыми вот поэтому давайте посмотрим а собственно вот если у нас если мы уже знаем какие повороты в нашей группе же то как могут быть расположены оси симметрии ну вот здесь я немножко как-то уже не очень аккуратно стало все записывать просто прокомментирую значит что я здесь рисую мы обсуждаем не группу же на самом деле да а мы сейчас обсуждаем группу дж группу линейных частей то есть на самом деле ну картинки как бы они правильные потому что все равно в ротогональной группе есть как-то линейные преобразования без двигов да но которые являются там как раз поворотами или симметриями но вокруг начала координат как бы вокруг нуля это дж это ортогональные преобразования они оставляют начало когда-то на месте поэтому здесь вот я написал где о принадлежит л ну это естественно потому что мы рассматриваем фактически ну можно использовать те же обозначения но фактически мы рассматриваем линейные части вот тех преобразований которые написаны вот ну вот если это понятно то тогда действительно давайте посмотрим что у нас может быть какие симметрии как бы можно добавить к тем поворотам которые уже есть в нашей группе то есть вот допустим в нашей группе есть поворот на угол какой там 2п на н где 1, 2, 3, 4, 6 да и пусть есть какая-то симметрия еще в нашей группе ну тогда вот всего вот этого равенства есть и симметрия кроме симметрии относительно оси L есть и симметрия относительно оси L' которая образуется с осью L угол равный половине угла поворота вот и наоборот если у меня есть 2 симметрии то беря их композицию мы получаем поворот на угол равный удвоенному углу между этими прямыми ну в общем из вот этих двух равенств получается что у нас нет просто других вариантов вот если у нас есть какая-то одна симметрия и повороты на углы вот такого вида ну где n равно 1, 2, 3, 4, 6 то имея хотя бы одну симметрию в нашей группе мы тут же получаем и все остальные симметрии с осями которые получаются из прямой L поворотами на вот как раз вот как раз угол пи сейчас ну да пи на n вот пи на n вот то есть еще раз какая-то если есть одна симметрия то все остальные оси отстающие от получающих из нее поворот на углы равные пи на n тоже есть вот с другой стороны ничего кроме этих осей добавить нельзя потому что как только рассмотрю еще одну какую-то симметрию вот так тут же возникнет поворот на удвоенный угол между вот этими осями а все углы повороты у нас уже так сказать зафиксированы вот в общем вот эти два равенства показывают что к тем поворотам которые мы на предыдущем шаге вот описали и поняли что они только вот на углу 2 пи делить на n где n равно 1 2 3 4 6 добавить можно только вот такие оси что получаются вот эти вот соответствующие группы 1 2 3 с n равным 1 2 3 4 6 то есть либо симметрии нет и тогда группа даже вот такой вид имеют либо симметрии есть и тогда группа имеет собственно вот такой вот вид ну в общем я в конце словами ничего не записал но еще раз подчеркну что из этих двух равенств следует последний шаг что список вот такой вот и ничего другого в качестве группы даже для крестовографической группы выступать не может так ну на этом все на сегодня ну на этом все спасибо за субтитры субтитры